Золото. Как инвестировать в золото? Сегодня речь пойдет об этом. И это интересное предложение, опять же, открытие брокера в виде вклада в управляющую компанию. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Но многие считают до сих пор, что золото это достаточно надежная инвестиция, достаточно хорошая. И, ну, скажем, в Индии или в Азии где-то, так сказать, там это особенно ценится. Но сейчас популярность золота очень сильно упала. Почему? Потому что давайте посмотрим на золото, как оно вело себя в течение последних нескольких лет. Вот сейчас вы видите график стоимости золота с 2010 года. Но мы видим здесь, что оно вырастало до 1895 долларов за унцию. Когда в 2011 году, в сентябре, потом она несколько упала. Ну и потом, начиная с 2013 года, стоимость золота начала падать. И там все было хорошо с экономикой. Все вкладывались в акции и убирали инвестиции из золота. Акции приносили бешеную доходность. И, в общем-то, ничего особенно не угрожало. Золото достаточно долго оставалось на низких уровнях, в районе 1220 долларов. И вот, значит, 19-й год. Золото постепенно начинает расти. 19-й год, пандемия, тут всякие испуги, коронавирусы. Вот он вот, март. Вот оно вот. В марте упало все, включая золото. Но дальше золото потихонечку начало прыгать. Что случилось вот здесь вот в связи с кризисом? В это время американцы начали печатать доллары. Так называемая программа количественного смягчения. И это значит, что в экономику вбрасывается достаточно большое количество необеспеченных долларов. Что должно подстегнуть как-то покупательский спрос, то есть инфляцию. И цены должны вырасти на потребительские товары. Но они почему-то не росли. ФРС печатала доллары, понижала ставки и так далее. И сейчас как раз возможно есть все основания покупать золото, инвестировать в золото. Потому что доллар пока еще обесценивается с одной стороны. А с другой стороны, ну и так сказать, как бы золото это золото. И инфляция вроде бы начинается. Но с другой стороны, ФРС крайне внимательно смотрит за уровнем инфляции в США. И она потихонечку начинает подрастать немножечко. Она не только у нас растет. Она начинает расти во всем мире, в том числе и в США. И ожидается, что, ну во-первых, программа количественного смягчения будет потихонечку сворачиваться. Это будет происходить в течение этого года. Пока она еще даже не сворачивается. Вот, но что будет, как я ожидаю, в начале следующего года? ФРС начнет повышать ставку, как только инфляция подрастет. Ну, немножечко. Здесь надо смотреть за доходностями 10-летних облигаций ФРС США. Для того, чтобы, ну, оценить, когда это произойдет. Что произойдет тогда, когда повысят ставку ФРС? Ну, тогда стоимость доллара резко увеличивается. Увеличится и золото, с другой стороны, должно, ну, упасть. Вот. Поэтому здесь есть, как бы, два мнения. Может быть, стоит покупать, может быть, нет. В зависимости от того, что мы желаем. Я вам советовать не могу. Я вам сказал, ну, как бы, оба мнения. То, что если будет продолжаться печатание денег бесконтрольно и вливание пустых денег в экономику, то золото будет расти. А если, наоборот, будет повышаться ставка, и когда она начнет повышаться, то, скорее всего, стоимость доллара будет увеличена и, соответственно, стоимость золота, соответственно, снизится. Поэтому непонятно, что будет, я не знаю. Вот. Но если вы считаете, что надо вкладываться в золото, что золото – это вечные ценности и так далее, что, так сказать, доллары и, так сказать, рубли – это бумажки, вообще говоря, то, как вкладываться в золото. А в золото вкладываться можно, ну, разными путями. Можно покупать ОМС, так называемые. Это обезличенные металлические счета. То есть счет на минированное золото, в принципе, неплохая идея, совершенно неплохая. И это можно делать в банках. Некоторые банки это предоставляют. Но здесь надежность этого счета зависит от банка. Можно покупать, с другой стороны, значит, какие-то золотые монеты, но стоимость их сильно завышена. Можно покупать слитки золотые, но столько вы не купите. Скажем, если у вас есть 100 тысяч долларов, то, в общем-то, сказать, нетрудно посчитать, что это будет, ну, дофига золота. И, ну, где его хранить, непонятно что. Поэтому, значит, самый лучший вариант, я считаю, это покупать золото на бирже. Но если уж вы хотите покупать золото в виде, ну, скажем, металлическом, то это можно сделать очень легко и просто на бирже. Да, кстати, когда вы покупаете золото в виде металла, там у нас счет до сих пор, насколько я помню, НДС на продажу золота не отменили. То есть вы еще заплатите НДС, это вообще жесть. Самый лучший способ это купить бумаги, которые обеспечены золотом. Причем обеспечены золотом на международном уровне. И здесь есть такая штука SPDR Gold Trust. То есть это инвестиционный фонд, американский, который содержит физически золотые слитки. То есть они просто берут, собирают коллективные средства, ну, как бы клиентов, вкладчиков, покупают на них вот тупо совершенно золотые слитки и хранят их в хранилище в США. Все. То есть вот эти бумаги точно обеспечены золотом. Второй вариант это покупать акции золота добывающих компаний. И в данном случае, значит, вот здесь управляющая компания открытие предлагает 11,61% Newmont Gold Corporation. Вот так вот называется компания. Ну, то есть это крупнейшая золото добывающая компания Америки. Вот. Но чем хороша вот эта инвестиция? Тем, что здесь никаких НДСов, никаких, как я уже сказал ранее, управляющих компаний, если мы инвестируем и держим эти деньги больше трех лет, то, соответственно, никаких платежей по разнице в курсах, по разнице между курсом покупки и продажи, курс золота, курс доллара, ничего здесь не влияет. Просто покупаем. Еще одна привлекательная особенность этой инвестиции – это то, что расчетная стоимость паяна в настоящий момент, вот на текущий сегодня, 15 июля, 2021 рубль и 23 копейки. 2021 рубль. Вот. И, соответственно, стоимость этого пая, она колеблется. Ну, это управляющая компания. И, как и раньше я говорил, что в управляющих компаниях, когда мы вкладываемся, то это уже не брокерский счет, это счет по управляющей компании. Он немножечко другой, хотя, в принципе, то же самое, но там ликвидность пониже, то есть для того, чтобы выйти из этого управляющей компании, там надо писать заявку отдельно, и по этой заявке вам в течение какого-то времени, не моментально, возвращают деньги в управляющую компанию. Ну, такой общий принцип. Вот. Чем отличается управляющая компания, вклад в управляющих компания от покупки просто соответствующих ценных бумаг на бирже, я расскажу чуть позже. Вот. Чем отличается ПИФ от БПИФа, то есть биржевой фонд, ну, ПИФ, который торгуется на бирже, это БПИФ называется, или ETF на английском языке. А вот вклад в управляющую компанию, это просто ПИФ, и все, это немножечко другая инвестиция. И та, и другая стратегия имеет право на существование, и та, и другая инвестиция достаточно интересна для инвесторов, но в данном случае управляющая компания, она интересна для ленивых инвесторов, которые просто хотят вложить деньги куда-то надежно, и держать долго. Вот такую штуку предлагает управляющая компания «Открытие». Если вы захотите, то ссылочка внизу, там, там, где открыть брокерский счет, там модельный портфель и так далее, demetkov.ur.com, модельный портфель, вы оставите свои данные, в письме напишите, что я хочу управляющую компанию, или там просто ссылка «Открыть счет в открытии», и вам тогда позвонят, и предложат, ну, как оформить эту сделку. Ну, что еще я могу сказать? Давайте посмотрим, насколько популярна эта штука. Ну, смотрите, она не такая популярная, как сбалансированный, сбалансированный вклад, не такая популярная, как облигации, но, в принципе, имеет право на существование, да, она не очень сильно, в общем-то сказать, как бы пользуется популярностью. 2021 рубль, минимальная сумма, и я считаю, что в золоте можно иметь какой-то долю своего портфеля, почему нет. О том, как распределить эти доли, я расскажу немножечко попозже, но до этого я сначала буду рассказывать еще немножечко про другие инвестиционные фонды, это открытие акций, открытие глобальной инвестиции, открытие лидера инноваций, а потом, как из них сделать такой вот сбалансированный портфель, которым можно управлять, и при этом, значит, если мы держим средства там в течение трех лет, не платить налоги, поэтому оставайтесь на моем канале, сейчас лайк, подписка, и до встречи. С вами был Демитков Юрий.